Я очень, конечно, волнуюсь, даже не знаю, за что я больше волнуюсь, за то, что она не понравится или, наоборот, она понравится, и её возьмут. Потому что сегодня я не собиралась выходить в эфир, не собиралась сниматься, но потом кое-что произошло. Сейчас позвонили ребята, которые хотят взять Миру. Они её никогда вживую не видели, видели её только по видео, и сейчас едут с ней знакомиться. Вот буквально с минуты на минуту они будут у меня. Я не знаю, получится ли поснимать. Мира там на заднем плане тусуется. Она после прогулки уставшая, я вот красная, а она уставшая. Мы хорошо нагулялись, она наигралась с собакой, с Ричи, тоже найдёныш. И сейчас она, ничего не подозревая, тусуется там. Я очень, конечно, волнуюсь, даже не знаю, за что я больше волнуюсь, за то, что она не понравится или, наоборот, она понравится, и её возьмут. В общем, я сама себе противоречу и своими действиями, и своими словами, но так происходит всегда. В общем, всё равно я вам расскажу потом, что было. Мира ведёт себя спокойно, дрыхнет. Я говорю, она так нагулялась, так набегалась. Наверное, сейчас играли с этим щенком, с её ровесником. В общем, она спокойна, в отличие от меня. С 10-е на 11-е, 3-е, 20-е, 18-е, полночь. Посмотрите, какой туманище. Прям туманище. У нас наступила весна, наконец-то. Поменяли клеёночку. Если помните, она была с Санта-Клаусами. Всё, не выровнялась. Только-только постелила. Будем призывать весну. Такая прикольная. Время кофе, а не весна. Пончики всякие, кофеёк, капучино. А кто-то пытается охотиться на Мирону кашу. Не то, чтобы она пытается. 14 марта 2018-го. Сколько там пишут? Пишут минус один. Я пришла с работы, мы когда с Мирой гуляли, такое непонятно чего, по типу дождя было. В общем, как нахмурилась так. Мне почему-то вспомнилось, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Вот как бы в итоге снег будет есть. Лопухами. На камере, мне кажется, не видно, насколько он интенсивный. Но просто лопухи. Падают лопухи. Сейчас я попробую как-нибудь ракурс выбрать. Помните рассказ о Льва Толстого «Левый собачка»? Там в Лондоне, кажется, в зверинце, на потеху зрителей, льву кинули собачку. Ну, чтобы тот ее съел. Но они подружились. Вы сейчас поймете, почему он так неадекватно себя ведет. Они подружились и долго жили вместе. Потом собачка померла, и Льву решили дать другую собачку, чтобы он не грустил. Ну, тот ее сожрал. Вообще, кстати, на потеху кинуть собачку, это несколько странно. Ну, как для меня. Но не суть. У нас тут немножко не собачка. Вот. Но сейчас покажу. Это пробка. Просто пробка. Видите, она чуть-чуть подмятая. Ну, не разгрызанная совсем. И вот, ну, интерес тот, который проявляется, она ждет, когда я наконец-то покажу и отдам. Держи. Она с ней играет уже второй день. Ой, сори. Она с ней играет уже второй день. Забросила ее утром за диван. Я не захотела доставать. И нашла вот такую в кладовке. Она ее тут же начала уничтожать. Пришлось достать ту. И она с ней играет. В общем, играет так активно. Ей нравится бросать ее в какие-то трудные места. А потом доставать. Тяжелое детство. Железные игрушки. Да? Это тот щенок, у которого, если разложить игрушки, по комнате не пройдешь. Забросила? Ну, доставай теперь. Не достанешь? Ой, мира, мира. Где она? Забираешь? Возьми. Только не за кровать, пожалуйста. А, нет, пожалуйста. Только не за кровать. Не, не забросила. Ах, молодец. Доставай, доставай. Доставай. Сама забросила, доставай. Тогда морда не улазит. Давай, давай, доставай. Доставай. Нет. Нет. Нет, это твоя игрушка. Я ее пнула. Доставай. Доставай. Давай, помогу. Давай, помогу. Где она? Где? Это? Не забрасывай за кровать. Да. За кровать не забрасывай. Оставь пробку, займись бубликами. Займись бубликами. Займись бубликами. Освобождение бубликов. Освобождение бубликов. Освобождение бубликов. Освобождение. Освобождение. Артур. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...